Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 23 мая. Вот прошло двое суток с тех пор, как я узнала, что у меня живет белокрылка в теплицах. Я сейчас зашла сюда, чтобы показать вам. Я уже говорила, что я борьбу начала прям комплексную, всеми методами и мерами. Вот здесь у меня была обработка, я растения обработала, но дополнительно я повесила вот такие клеевые ловушки. В конце видео я вам покажу, сколько белокрылок туда прилипло, все-таки прилипли. И уточню еще раз, что вот такие клеевые ловушки, это не панацея, они могут быть только как дополнение к другим мерам борьбы. И только в том случае, когда белокрылок у вас мало, когда все это на начальном этапе, вот как у меня, я заметила, когда их совсем-совсем мало, еще не везде она распространилась, но вот в этой теплице она есть точно. Я специально сейчас утром потихоньку сюда зашла и хочу показать вам. Я вот все говорила, шевелите кусты, шевелите кусты, вы увидите, найдете. Но я еще до этого не могла вам показать, вот там, где я шевелила, их не было. А вот здесь белокрылка точно есть, и сейчас я пошевелю кусты, но я заранее вас предупреждаю, что многие, как и я, ожидают видеть таких мотыльков, больших, прям видимых. Они почти невидимые. Вон полетела одна, сейчас я... И вы присматриваетесь внимательно-внимательно, вот они как сориночки маленькие. Я даже когда первый раз вот это увидела, я даже не поняла, что это за живые существа, похоже, как будто пыль. Сейчас я тряхну вот этот вот лоток, я точно знаю, что там есть белокрылка. Вчера я трясла, они взлетали, именно поэтому у меня здесь, видите, рядом с этим желтые вот эти пластины висят. Сейчас я тряхну, а вы смотрите, и они полетят. Их почти не видно, я даже не могу. Вот две, короче, белокрылки взлетело. Не знаю, увидели вы или нет, сейчас покажу. Вот они, они, белокрылки. Видите, вот на этом, на желтой пластиночке, как будто... Сейчас, подождите. Вон она полетела! Как будто две соринки лежат, вот они. Ну вот, в принципе. Как показать-то? Вот эти соринки. У меня рука-то одна. Ну, короче, вот эти, вот две соринки. И вот белая, вот эта, вот она, видно. Вот эта соринка, это и есть белокрылка. Они вот еле заметные. Если бы вот этот не был такой идеально ровная поверхность, и не заметил бы их, вот они тут. Раз, два, пролетело. Раз, два, три, четыре, пять. Вот за сутки попалось пять белокрылок. Вот она, вот она, вот она летит, вот она. Просто потому, что их здесь мало. Я вот даже трясла вчера, когда трясешь, ну, одна, может быть, две. Вот она, белый, как белый пушок взлетит. Вот. Отчитываюсь, что вот на этих пластинах, хоть и говорят, что они не помогают, все-таки у меня налипло с одной стороны. Так, три или четыре. И с этой стороны штук пять-шесть. Когда на раннем этапе, когда их еще вот так мало, как у меня, их еще даже, чтобы увидеть, это надо постараться, пошариться хорошенько по теплице, то вот этими способами, ловушками, можно все-таки уменьшить их численность. Конечно, будут выводиться тут новые, яйца вылупляться. Я вот прихожу, трясу, и они летят, как ошалелые, и некоторые все-таки садятся, попадают на эту ловушку. Но тут нужно соблюдать одно правило, что куда попало их, повешать нельзя. Я сначала думала, что вообще вот как по центру повешу, чтобы они мне не мешали. Нет, именно вешать нужно, развешивать на ту высоту, где находятся эти томаты, и где сидят эти белокрылки. Потому что они вот так и вьют, или они сидят на нижней стороне, и они могут вообще не сдвигаться с места очень долго. Тут нужно, вот как я говорила, я сейчас пойду палкой, прям вот так вот побью по стволам, чтобы они растревожились, они разлетелись, но далеко они не улетают. Они обычно, если вот на этом они сидят, они тут же повьют и туда же садятся. Поэтому лист должен быть вот этот желтенький, видите, он прям рядом, и там тоже налипли было крылки. Развешивать их нужно именно на той высоте, где помидоры. Если помидоры еще маленькие, вот такие низенькие, вот здесь и должна висеть вот эта пластинка. Минимальный успех, но все-таки есть несколько белокрылок, погибло. Но, конечно, если бы вот одними желтыми пластинами, это было бы очень долго. Сегодня буду делать повторную обработку. Я вот сейчас еще про Актору узнаю, спросила совета, можно брызгать или нет. Буду брызгать и карате, и командор, всеми средствами буду чередовать, потому что прочитала, что если обрабатывать одним средством, белокрылка, она хитрющая, она привыкает и адаптируется. Ну все, до свидания. Вот это немного, еще несколько нюансов о борьбе с белокрылками. Я показала, что она очень минимальный размер. Ее даже иногда вот в том и проблема, что мы вот такие вот нано-вредители вот этих вот, мы не замечаем зачастую очень долго. Они вот сидят на обратной стороне листа, и все, и они бы долго еще сидели, если бы вот мне не попалась на глаза одна всего вот эта мошка, я сразу взволновалась, пошла проверять, оказалось, что в той теплице еще нет, а в другой вот уже есть. И бороться, конечно, нужно начинать сразу. Вот эти клеевые пластины, это тоже как вариант, но вариант дополнительный к обработкам, к каким-то вот еще, к различным средствам, и все это будет многократно, за один раз, конечно, от нее не избавиться. Как я уже поняла, некоторые люди бьются годами, но нужно стараться снижать численность хотя бы, но у меня мечта истребить ее вообще. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok